Центр Ешкаралы преображается на глазах. Практически каждую неделю появляются новые объекты на главных прогулочных зонах столицы – набережной и бульваре Чивайна. О новых локациях на карте наш следующий материал. Интерактивный цветник – так называется этот новый объект на бульваре Чивайна. Находится он прямо возле памятника Чивайну. Авторы проекта решили, что простая клумба – это, конечно, красиво, но уже слишком скучно. Геометричные арки решены в цветовой гамме марийского орнамента – красным и белым, а в скором времени появится и дополнительная подсветка. Теперь по цветнику можно ходить, отдохнуть на скамеечках или сделать селфи в большое зеркало. Зеркала, здесь им отведена роль увеличивать пространство и создается определенная игра, то есть когда предметы отражаются, создается такая картинка из зеркалей немного. И это направлено на молодежь, это такой молодежный бульвар, здесь много, пешеходная зона молодежная, поэтому фотографироваться, выкладывать в социальные сети, как-то распространять. А когда распространяется информация о чего-то нового, то жители других городов тоже заинтересовываются и приезжают. Но, пожалуй, самая обсуждаемая территория города сейчас – это набережная Малой Кокшаги. Здесь работы по благоустройству еще ведутся, но уже сейчас видны заметные преображения. Появились скамейки, урны, гамаки, шезлонги, велопарковки. Горожане неоднократно замечали, что набережная, хоть и выглядит эффектно, но совершенно неблагоустроена. Сейчас же здесь одна из главных зон для вечернего променада. В соцсетях часто сравнивают Яшкаралу с соседними столицами – Чебоксарами и Казанью. Теперь Красный город составляет достойную конкуренцию. Об этом говорят и многочисленные туристы. Напомню, что работы по благоустройству набережной ведутся по программе «Комфортная городская среда». И эту территорию горожане выбрали сами. Работы еще не закончены. Всего на набережной будет благоустроено около 15 зон. А сейчас можно понаблюдать за установкой теневого навеса и качелей. Однако администрация города уже сейчас сталкивается с актами вандализма. Хулиганы уже пытались сломать новые скамейки. Как бороться с этой бедой? Об этом мы спросили у жителей и гостей нашего города. Показывать красоту, сравнивать с другими городами, чтобы ценили. Не везде такая красота есть. Я думаю, это один из послов. В Чебоксарах у нас тоже полный дурдом насчет этого. Но у нас тоже такая же красота какого-то. Можно сделать замечание, но штрафы, наверное, будут более действительными. Есть такая пословица. Быть ее определяет битьем. Вот наказывать надо. А какое наказание это может быть? А надо общественное наказание. Дать в руки метлу и заставлять подметать, красить, ремонтировать и так далее. Штрафы нужны. Обязательно нужны. Но клыкажей не поставишь. А штрафы обязательно. Мне кажется, только камеру ставить. Каждому подойти и объяснить, сколько надо времени. Конечно, в первую очередь родители должны учить с малолетства. Следить, беречь. С детства воспитывать и прививать истории. Культуре. Я думаю, что штрафы не дадут результата. Главное – воспитание.